Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем первое послание к Тимофею апостола Павла для библейского портала экзегет.ру. И читаем мы первую главу. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот так начинается пастырское послание. Апостол Павел пишет Тимофею в Эфес. Тимофей, как епископ в Эфесе, должен был наладить там христианскую жизнь, жизнь церкви, как, скажем, Тит налаживал жизнь Критской церкви. И мы видим, что так же, как Тита, апостол называет Тимофея истинным сыном в вере. И он сам себя называет апостолом, то есть посланником Христа, который действует по повелению Бога и Спасителя и Господа Иисуса Христа. Здесь он имеет до Отца и Сына Его, которого он называет надеждой, надеждой всех христиан. Это не случайное название, не случайное именование. Христос — наша надежда, потому что в нем сосредоточен весь замысел Божий о мире. Слово Божие воплотилось. И как Григорий Богослов пишет, святитель Григорий Богослов, Бог стал такими, как мы, чтобы мы стали такими, как Он. В этом смысле, конечно же, во Христе реализуется замысел Божий. И поэтому Он есть наша надежда. Надежда на то, что мы не умираем, не заканчиваемся здесь в этой жизни, что мы воскреснем и с Господом будем, как апостол пишет в другом месте. Итак, что же он пишет? Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Были некоторые недоумения, распри в Эфесе, были конфликты внутренние, и апостол Павел посылает своего ученика Тимофея для того, чтобы он наладил там религиозную жизнь. Что же происходит? Вот апостол пишет, что местные христиане занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производили большие споры, большие даже, чем Божие назидание в вере. То есть, как будто бы Божие назидание в вере тоже должно производить споры, но вот споры про родословия и басни, они больше. Да, возможно, об этом и идет речь, и имеется в виду, что вот эти разные выдумки, может быть, гностические какие-то выдумки, или, вот здесь он напоминает родословия бесконечные, речь идет о том, что иудеи хорошо знали свои родословные, они могли ссылаться на авторитетных учителей, которые были в их роду или, может быть, которых они знали. Да, и вот говоря, вот в моей родословной были такие-то предки, и они там были авторитетными, он такой-то был авторитетным раввином, и он учил вот так-то, а поэтому надо поступать так. Такие споры оказывались больше, чем даже споры о Божьем назидании. Потому что, конечно, Божье назидание, если речь вот о практических вещах, оно иногда вызывает споры, то есть иногда, имея заповедь, мы не знаем, как точно поступить в связи с ней, ну, скажем, есть заповедь о любви к ближнему, но иногда нам кажется, что любовью будет некоторый строгий поступок, а иногда, например, снисхождение, и мы не знаем, как точно, и поэтому мы можем высказывать разные мнения. Но вот эти споры о баснях, о разных таких выдуманных основаниях, или иногда даже, может быть, невыдуманных, но не таких значимых основаниях в прошлом, да, когда человек говорит, вот когда-то мой предок, у него было такое мнение, и теперь я выступаю за то, чтобы это так и было. Апостол говорит, что эти басни и все эти споры о родословных надо прекращать. Он говорит, ты скажи им, чтобы они не учили ничему иному, то есть тому, чему учил сам апостол, потому что в другом месте он вспоминает, что он три года провел в Эфесе и ходил от одного к другому, всех уговаривал, вещевал, настраивал эту самую христианскую жизнь, но оказалось мало, пришлось посылать туда Тимофея, чтобы он там жил просто, да, и эту самую жизнь церковную налаживал. Далее апостол пишет, собственно, он приступает уже к самому наставлению Тимофея, к тому, что он имеет в виду, что должен делать сам Тимофей, да. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Итак, апостол говорит, вот он посылает Тимофея с увещеванием для того, чтобы Тимофей увещевал местную общину, для того, чтобы он привел ее к некоторому порядку, чтобы была стройная нормальная церковная жизнь. И он говорит, цель увещевания – любовь от чистого сердца. Это первое, что он говорит, самое главное. Получается, что пастырский долг Тимофея – приводить людей к любви от чистого сердца. То есть, во-первых, Тимофей должен объяснить им, что такое любовь, во-вторых, они должны любить друг друга не с какими-то недолжными основаниями, потому что в противоположности к чистому сердцу оказываются грязные мысли. И обычно, когда говорят о нечистом, это связано с каким-нибудь развратом, или может быть телесным, или даже душевным, с выгодой какой-то, с каким-то таким вторым дном, с плохим отношением к другому. Так вот, цель увещевания, апостол пишет, чтобы вот эта любовь была от чистого сердца, чтобы не было никакого второго дна, чтобы любовь была непритворна, чтобы любовь, а что такое любовь для апостола? Любовь в данном случае – это не то романтическое чувство, которое испытывает парень, влюбившийся в девушку или девушка, влюбившаяся в парня. Любовь в данном случае – это желание блага. То есть, когда ты хочешь другому добра, когда ты хочешь другому спасения, когда ты хочешь ему счастья, потому что спасение и счастье для христиан – это одно и то же. Так вот, цель этого увещевания, первое, чему должен стремиться пастырь в общине, на приходе, сегодня это так, конечно же, это любовь от чистого сердца. То есть, духовный подвиг человека, его духовная работа, она должна заключаться именно в этом, в первую очередь, очистить свое сердце по отношению к другим людям. Не просто, знаете, терпеть сколько возможно, потому что сегодня иногда человек может сказать, какая же тут любовь от чистого сердца, я просто еле терплю его, этого человека. Но, конечно же, так не должно быть. Если перед тобой человек, который неправ, скажи ему, что он неправ, выясните отношения, пусть это будет по-доброму, пусть это, может быть, будет вместе со священником. Если он прав, тогда ты не можешь так к нему относиться, борись со своим сердцем, потому что сердце наше, оно иногда поступает иррационально, оно иногда раздражается на человека, когда нет никаких оснований для этого, иногда не любит человека по какой-то предвзятости. Так вот, и сам человек должен стремиться к любви от чистого сердца, и пастырь должен к этому стремиться, чтобы все христиане в его общине, они к этому шли. Значит, дальше, и доброй совести, то есть никаких плохих поступков человек не должен совершать по отношению к другому. Цель увещевания – любовь, во-первых, от чистого сердца, во-вторых, доброй совести, то есть, когда ты, когда совесть твоя тебя ни в чем не укоряет, когда ты слушаешь свою совесть, и она добра, то есть, она тебя одобряет, она говорит, что ты правильно поступаешь, но не потому, что она лживая, не потому, что ты ее сломал, втоптал в грязь, и она уже просто молчит, а ты ее молчание воспринимаешь как одобрение. Нет. А потому что она действительно добрая, и она говорит тебе, что ты искренне и правильно, и справедливо, и благочестиво поступаешь. И нелицемерные веры. Нелицемерная вера или непритворная вера, как еще можно перевести это выражение, означает, что ты действительно веришь в Бога, веришь во Христа, веришь в путь спасения, веришь в церковь. И это как бы завершение вот этой любви, любовь от чистого сердца, любовь доброй совести и любовь от нелицемерной веры, непритворной веры. То есть, если у вас общая вера, значит, у вас общие радости, значит, у вас общие цели, значит, у вас общее мнение по самым главным вопросам. И если у вас это общее, если у вас общий Отец, если у вас общий Спаситель Христос, общее таинство, общая церковная жизнь, общее представление о добре и зле, то тогда, естественно, и любовь, о которой говорится, она будет иметь твердую опору в этой вере. И вот некоторые люди, о которых пишет апостол, отступили от этого и уклонились в пустословие. То есть, они не стремились ни к чистому сердцу, ни к доброй совести, ни к нелицемерной вере. Они желали быть законоучителями, желали наладить, как казалось им, такую религиозную и нравственную жизнь, но они, судя по всему, потому что для апостола обычно, когда он говорит о законоучителях, когда он говорит о людях, которые что-то неправильно делают, это значит, что это иудействующие, которые пытались все-таки каким-то образом провести в жизнь общины соблюдение иудейских правил и тем самым усложнить жизнь христиан. И вот они уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но они не понимали ни того, о чем говорят, то есть первого предмета их рассуждения, ни того, что утверждают, то есть что из этого следует. Они не понимали, не видели, каким результатом это приводит возвращение к иудейскому закону. Тем более апостол сам был, как он говорит, по воспитанию фарисея, он прекрасно знал закон, и иногда явно люди могли просто неправильно что-то понимать, говорить с ошибками, что приводило к еще худшему состоянию. Далее апостол говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто законно его употребляет, то есть если кто-то для тех, кто живет по закону, иными словами, потому что он положен не для праведника. И здесь дальше апостол перечисляет разные греховные поступки. Сначала он говорит просто о беззаконных, то есть людях, которые вообще не почитают никакого закона. Дальше говорит о непокорных, нечестивых, грешниках. То есть тот закон, о котором говорили, он поставлен для грешников. То есть закон сам по себе неплох, он говорит, он добр, если кто употребляет его законно. Вот это выражение «законно употребляет» означает не в смысле, кто-то имеет право употреблять, а кто-то не умеет употреблять. Это слово можно перевести в соответствии с законами, на основании законов, согласно некоторым обычаям. То есть кто понимает, как употреблять закон, кто знает, как пользоваться законом, то есть кто живет в русле, в русле закона, в русле традиции. Но закон положен не для праведных, потому что праведные они и так праведны, а для беззаконных, непокорных, нечестивых, грешников. То есть закон – это то, что ограждает неправедную жизнь. Праведная жизнь сама по себе, и она во Христе Иисусе другая, она во Христе творческая, она не под законом, она уже по благодати, как это очевидно для апостола. Но в то же время он говорит, да, конечно же, если говорить о законах, там он сначала говорит, что вот там есть спор о законах, что спорить о законах? Вот есть законы, и они положены для грешников, вы же не должны быть таковыми. И он перечисляет довольно-таки страшные вещи. Он не говорит о каких-то ритуальных законах, которые были в Ветхом Завете, не говорит, там, скажем, уже даже о пище, да, как он часто на самом деле ее упоминает. Он говорит о развратниках, говорит о нечестивцах, оскверненных, о тех, кто оскорбляет отца и мать. В синодальном переводе говорится для оскорбителей отца и матери, но на самом деле текст вообще-то говорит про отца-убийцу и матери-убийцу. То есть это не просто оскорбители отца и матери, а это люди, которые убивают своих родителей. И дальше он говорит и для человека-убийц вообще. То есть вот для кого закон, закон для людей, которые совершенно потеряли все границы дозволенного. Дальше он перечисляет, как кажется, множество сексуальных грехов, но на самом деле дословно здесь их не так много. Переводчики еще два слова добавили в синодальный перевод, хотя, собственно, в тексте их нет. Здесь говорится о развратниках, отдельно говорится о мужеложниках, то есть о гомосексуалистах, а дальше говорится о торговцах людьми. Вот человека-хищники – это торговцы людьми, люди, которые воровали где-то, скажем, в каких-то народах, или пленных брали, например, или даже просто набеги совершали, воровали людьми и продавали их. Далее говорится о лжецах, клятвопреступниках и обо всем том, что противно здравому учению. То есть он говорит сначала о самых-самых страшных вещах, потом говорит, а дальше вы должны сами смотреть на вероучение, должны сами смотреть на заповеди и понимать, что противно этим заповедям, что противно Духу Христову, а что вполне позволительно и благочестиво. И, конечно же, это очень интересный пассаж, когда он не начинает подробно описывать все грехи, а говорит о дальше, и все то, что противно здравому учению. То есть если ты здраво рассуждаешь, если ты чувствуешь, находишься в некоторой традиции, в предании, если в тебе Дух Христов, если, как иногда говорят, есть некоторый евангельский этос, евангельская традиция добродетели, евангельское мировоззрение, евангельская картина мира, если она присутствует в твоем сознании, дальше ты сам поймешь, что еще противно здравому учению. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». То есть вот мне вверено благовестие, я вам его сообщил, да, вот это самое здравое учение, и вы дальше сами должны думать, что еще противно этому учению. Почему это еще важно? Почему вообще значимо, что апостол так об этом пишет? Потому что это предполагает совестную работу, работу человека, который смотрит на заповедь, смотрит на свою жизнь и думает. Вот в контексте этой заповеди, вот что невозможно, а что возможно. Вот, скажем, есть заповедь там о почитании родителей. И вот из этой заповеди мы делаем вывод, что, например, ну вот как апостол пишет, да, там против материи убийцы, отцы убийцы, то есть, ну, это совершенно явно, что родителей нельзя убивать, очевидно, да. Хорошо, скажем, но вот, а эта заповедь предполагает, что родителей нельзя бросать, например, на произвол судьбы, там, когда они старые, немощные, больные. А апостол Павел не написал здесь про тех, кто бросает родителей, он написал про материю убийцы, отцы убийц. Но совершенно очевидно, что бросить родителей беспомощными, например, там, больными, старыми, немощными, это противно здравому учению. И вот такие вещи, как, например, даже оскорбление родителей, да, или там какое-то использование родителей, когда ты не любишь их, а просто пользуешься их ресурсами, все это не описано апостолом. Но он говорит и всего того, что противно здравому учению. То есть, если вы смотрите здраво на благовестие, на заповеди Христовые, на то мировоззрение, которое формируется благовестием, то вы, естественно, не будете не только убивать родителей, вы не будете их бросать, вы не будете ими пользоваться, да, вы будете их поддерживать, помогать их будете, вы будете их почитать. Может быть, вы не всегда будете их слушать, потому что родители бывают разные, родители могут быть неверующими, родители могут быть, там, и атеистами, и какой-то другой точки зрения придерживаться. Не всегда надо слушаться родителей, когда они тебе что-то советуют, только если это соответствует евангельскому учению и заповедям, Это несомненно. Но при этом почитать, уважать, поддерживать, всячески помогать и то, что мы называем любить, все это, естественно, необходимо совершать по отношению к родителям. Далее апостол пишет, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведении, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Вот интересно, из этих слов апостол благодарит Христа, который дал ему силу, что он признал его, сделал его верным и определил на служение. Но можем ли мы сказать, почему Христос так поступил? Он говорит, потому что я так поступал по неведению в неверии. Он был и хулитель, и гонитель, и обидчик, но все это он преодолел, во всем этом он был помилован, потому что он поступал по неведению. Значит ли это, что человек, который поступал по ведению, то есть зная, что именно он делает, что такой человек не может перестать быть хулителем, гонителем, обидчиком, и стать верным, например, да, и даже получить определенное служение. В жизни случаются разные истории, и человек может пережить покаяние, человек может пережить совершенное такое, ну просто буквально перемену ума, в нем может произойти, да, может произойти совершенное изменение его жизни, и будучи неверующим, даже сознательно неверующим таким, да, каким-нибудь идейным атеистом, он в итоге может стать верующим. И его перемена, вот эта, она будет означать возможность для Бога благословить его жизнь и даже как-то направить его на какое-то учение. Мы видим и в предании, как, например, там, епископами и проповедниками становились люди, которые до этого могли быть неверующими, быть язычниками. То есть не закрыто для грешного человека, который вдруг осознал гибельность своего пути, не закрыто вот эта возможность, возможность стать христианином. Другое дело, конечно, что чем более сознательно человек, вот апостол пишет про неведение, чем более сознательно человек, и чем дольше он это делает, ведет такую антихристианскую, атеистическую, да, скажем, или какую-то языческую деятельность, тем сложнее ему это сделать, тем глубже раны на его душе, тем глубже его затягивают страсти, в том числе страсть богоборчества такого, да, вот такой, самости, из которой потом очень трудно выбраться. И даже если он потом раскаивается, последствия, потому что душа не может сразу, мгновенно измениться, она все равно постепенно изменяется, эти последствия, они его гнетут. Далее апостол пишет, верное и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Здесь слово «первый» может пониматься по-разному, вполне вероятно, речь идет о том, что он не только самый большой грешник, как могло бы показаться, хотя здесь он прямо об этом пишет, что я и так грешил, и так, но в то же время он говорит, я поступал по неведению. То есть явно вот эта оговорка говорит о том, что были люди, которые и сознательно так поступали, но из которых я первый, то есть вот я на себя в первую очередь смотрю, не смотрю ни на кого другого, никого не берусь осуждать, вот я с себя начинаю, да, вот я первый из грешников, и на мне благодать Божия сказывается таким образом. Иисус Христос пришел спасти грешников. Это очень важно, конечно же, потому что может возникнуть ощущение, что христиане, ведя благочестивую жизнь и стараясь жить в соответствии с Божьими заповедями и как-то так отвращаясь, как сказано в послании к Титу, да, отвращаясь язычников и еретиков, что христиане как-то так с пренебрежением смотрят на этот грешный мир. На самом деле это, конечно, не так. Во-первых, сами христиане когда-то были грешниками, Бог их помиловал и привел их, и Бог их помиловал и привел их к покаянию и к новой жизни. И поэтому христиане живут в мире не с презрением к миру, а с болью о мире, смотрят на него. И они, конечно же, всеми силами должны стремиться к тому, чтобы мир исправился, чтобы мир изменился, чтобы произошло преображение этого мира. Понятно, что мы не рассчитываем, может быть, на преображение всего мира, но своей жизнью, своей праведной жизнью мы рассчитываем просветить, по крайней мере, тех людей, которые живут с нами рядом. По слову преподобного Серафима Саровского, мы стяжаем дух миренный, стараемся другие добродетели стяжать, чтобы спаслись вокруг нас какие-то другие люди, в надежде, что и мы сами, и пойдя по этому пути, будем спасены. Так, значит, и поэтому, когда он говорит, Христос пришел в мир спасти грешников, это очень важное выражение, что Христос обращается не только к праведникам, не праведные имеют, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Поэтому вот такое пренебрежительное, озлобленное отношение к миру, оно чуждо на самом деле правильному христианскому взгляду. Скорее боль о мире должна быть, сострадание миру, что он в такой страшной беде, что он вот так страстями этими пленен и пленен грехами, которые ведут его в пропасть буквально. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Апостол говорит, я был гонителем, хулителем, я убивал верных, да, и всячески их старался гнать, и на мне Христос показал свое долготерпение и свою любовь, чтобы, вот в пример, да, чтобы те, кто смотрели бы на мою жизнь, чтобы я мог сказать, братья, я вот был вот такой грешник, да, вот Господь меня помиловал, Он меня принял, Он меня все равно любит. Чтобы люди, которые сегодня ведут греховную жизнь, не боялись ее оставить, чтобы они приходили ко Христу, зная, что Христос любит, что Бог, как Отец из притчи о блудном сыне, готов во Христе нас помиловать. Далее заканчивает главу таким гимном. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Миней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. После вот такой возвышенной фразы, в которой он преподает Богу славу и говорит нетленному, невидимому, единому, премудрому славу во веки веков, дальше он говорит Тимофею, что Тимофей, я преподаю тебе все сказанное, вот он говорит, это завещание такое, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, чтобы ты вел благочестивую жизнь, чтобы ты действовал по тем заповедям, по тем нормам, правилам, которые я тебе сообщил, которые тебе через меня сам Христос сообщает, чтобы ты имел веру и добрую совесть. А дальше апостол упоминает двух людей, которые, по всей видимости, были христианами, которые, по всей видимости, были его учениками и которые в итоге согрешили, которые в итоге отвратились. Вот есть такая страшная здесь фраза, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать, может показаться, знаете, что это, ну, некоторое такое проклятие, что ли, да. Но на самом деле апостол просто, ну, вот то, что он советовал Титу, сделал, еретика после одного и двух вразумлений отвращайся. То есть, если перед тобой человек, который богохульствует, если перед тобой человек, который грешит, то отвращайся от него, потому что он самоосужден. Так вот, что значит предал сатане? Это значит, просто оставил его с его греховной жизнью. А где оставил? Грешник, он выбирает сторону дьявола, он выбирает сторону сатаны. Таким образом, предал сатане означает просто оставил его в его собственных грехах, он сам выбрал этот путь, и такой человек остается в руках злых сил, потому что он сам это выбирает. Апостол здесь как раз понимает, что насильно заставить человека быть верующим, насильно заставить человека любить Бога невозможно. Человек только сам должен этого достигнуть, только сам должен это выбрать. Это очень важно помнить сегодня, когда нам кажется, что можно насильно как-то устроить христианскую жизнь или кого-то заставить быть христианином. Единственное, что мы можем делать на этом пути, это быть правильным примером. Всего доброго!